Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Мы с тобой, одной крови, ты и я. Именем Перуна приветствую вас, уважаемые зрители и слушатели нашего канала. Или лучше сказать, именем Марса, боговоимой, древнегреческого и древнеримского пантеона. Серия игр Total War. Великолепнейшая серия стратегических и тактических игр про наше прошлое, а именно тотальную войну между рыцарями Средневековья, между воинами с солдатами новой эпохи, старого века, античности и так далее. С пролетарской точки зрения она позволяет нам окунуться в ту официальную историю, которая, естественно, предложена в мире, и испытать свои, так сказать, навыки и себя в роли полководца того времени. Разумеется, из-за определенных технических моментов ты можешь, как орел, взлетать над полем битвы и видеть расположение войск врага и своих. Но если ты на легендарной сложности играешь, то вот этот вот полет, он у тебя будет ограничен. Вот здесь можно развивать некое такое мышление ума полководца. Что, как подготовить, какие войска сформировать, как упаковать конницу, куда конницу поставить, нужны ли тебе лучники в данном стеке, как говорят, в данной армии, или нет. Приблизительно игры в серии Total War, они между собой похожи. Но есть серия фэнтези, которая мне не нравится, может быть, за исключением разве что первой серии, под названием Warhammer Total War. Когда, кстати, началась вот эта специальная сумасшедшая операция, я купил за баснословные гривни третий Total War Warhammer и был дико разочарован, потому что игра невероятно глючила в снежных локациях, нехорошие анимации, некачественная боевка, выглядело это очень неприятно. Я поэтому сел, играл потом в танчики под взрывы, вот эти все бабахал. Но это было так. Про фэнтези я не буду рассказывать, это на любителя, хотите, идите там, занимайтесь. Мне же больше всего нравятся три основные, так сказать, игрушки. На третьем месте я поставил Рим, Total War 2, который сейчас идет на ваших экранах, потому что окунуться в эпоху античности, испытать себя в роли Цезаря, это не обыкакое удовольствие. Увидеть все вот эти отряды и различные поля сражений, а также испытать себя в роли Ганнибала. Ох, для меня, как любителя военной истории, это очень большое наслаждение. Хоть и немножко криво сделанное. На втором месте я поставил Аттила, Total War, потому что там появились славяне, в одном из последних как раз-таки DLC, то есть дополнений в виде трех племен. Антов, они же украинцы, Склавинов, хотя это тоже украинцы, и Венедов, это ближе туда к Прибалтике, ближе на север Руси. Но, тем не менее, есть некое отторжение к тому, что гуны показаны как некая вообще отдельная народность. А это не совсем так. Гуны, они же уны, это смесь всех восточных народностей, именно восточной Европе, которые тогда были. Выглядит это немножко странно, то, что им придали такую некую внешность азиатов, но, тем не менее, вера в тенгри, тенгринианство, то есть вера этого самого бога ветра и прочее, выглядит достаточно тоже странно. Но, тем не менее, они добавили туда больше взаимодействий с природой, важностью накопления ресурсов, важностью подготовки к сменам климата. Почему так происходило? Тогда, в 2015-2016 и чуть раньше годах, очень была сильна в нашем общественном бытие повестка климата и климатических изменений. Поэтому Атила очень хорошо тогда отражала наше капиталистическое общественное бытие. Хотя, казалось бы, игра про раннее средневековье и позднюю античность, когда уже религии и античности уходили в сторону, и языческие культы заменялись монотеистическим, авраимическим учением. И на первом месте, самое мое любимое Total War, это Сёгун 2 Total War. Ничего лучше в плане анимации, в плане захвата крепостей, в плане взаимодействий на стратегической карте не было и быть не может. Да, там дипломатия сломана, то есть искусственные алгоритмы, которые заложены в этой игре, они убиты и тебе могут объявить войну, только заключив с тобой союз. Выглядит это очень смешно. Но, тем не менее, эпоха Сингоку-Дзидаи, которая показана через призму средневековой Японии, ну не совсем средневековой Японии, это Япония уже нового времени, но нам нужно понимать, что Япония была очень закрытой страной, особенно тогда, когда к власти пришел новый Сёгун Токугава, из династии Токугава. Она на 300 лет вообще закрылась от мира. И, тем не менее, разработчики показали несколько эпох данной Японии. Это эпоха Сингоку-Дзидаи как основная игра. Я, кстати, очень любил за северный клан Датте играть с такими большими... Этими, но Датте, которых я разрубила. Вообще красота, анимация, просто пушка. Настолько классно, вот это Бонзай! Бонзай! Крики и прочее, которые там происходят, что ты просто так аплодируешь. Класс! И все в этом духе. Была показана эпоха только зарождения самураев. Это было одно из первых DLC. Вернее, даже аддонов. Там, про клан Минамото, по-моему, что-то в этом роде. И эпоха Сингоку-Басин, или как-то... Или просто Басин она называется, где уже показан 19 век. Разумеется, это все так подано, немножко эмпозантно, немножко... возвеличивающие там европейские страны, американские, что у них юниты намного сильнее и прочее. Но тем не менее. Железные дороги, пути снабжения. Захватить телеграф, перехватить там, например, какого-то агента. Ведь ты можешь воевать не только армиями, но и там какую-то гейшу подослать какому-то военному начальнику, и она его во время соития прирежет или еще что-нибудь в этом духе сделает. Подослать Мецуке, шпионов, либо как в Древнем Риме, воинов и прочее, чтобы они там наводили шороху в определенной провинции. Все это выглядит очень прикольно и развивает свое стратегическое мышление. Разумеется, идеала на самом-то деле нету. Если бы искусственные алгоритмы как-то подделать в Сягуне до нормального уровня, или сделать ремейк Сягуна 2, кстати, Creative Assembly, может вы сделаете все-таки ремейк, а не всякое вот это вот дерьмо, типа Фараон Total War, там Троя Total War и прочее. Последние игры в них играют невозможно, я на них как посмотрел, я говорю, боже, это просто Рискин Трои Total War, зачем, не хочу, отстаньте от меня с этими играми. Сделайте нормальные анимации, сделайте так, как было в тех старых играх серии. Или уже нету тех людей, которые ранее это делали. Верите в СМЛ, а? Или рыночек, ничего личного, нужно делать мани-мани и людям продавать всякое дерьмо. Не знаю. Вернее, знаю, но вы сами понимаете, уважаемые зрители и слушатели, о чем идет речь на нашем сейчас канале. Лично я хочу какую увидеть Total War. Это, естественно, про Русь. Не просто как какие-то фанатские дополнения, которые были в Медивале, например, и первом, и втором. А увидеть про Русь Рюрика, основание Руси, как он племена примерял, мирил между собой, которые враждовали, страна Гордариков и так далее. Как потом Святослав Хазар бил, как освобождал целый юг Руси от гнета рабовладельцев. Тоже было бы очень интересно посмотреть на это все. Как он сражался при Доростоле. Это же мегабитвы. Ждем про богатырей наших и так далее. Чему учит эта игра? Я уже сказал. Немножко улучшает ваше стратегическое мышление и в каком-то смысле приучает к планированию. Вам нужно планировать заранее. Скопить ресурсы, подготовить армию, подготовиться к сражению, выиграть это сражение, тактически маневрировать, стратегически маневрировать. Не всегда поражение в какой-то битве может означать ваше тактическое поражение, а иногда даже тактическую победу. Ведь иногда надо выманить армии противника на более слабую армию, завязать с ними сражение, утомить эти армии и потом основными силами ударить по нему. Вот так. На этом все. Благодарю всех за внимание. Сила пролетарской правде. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова